И всем здарова, Лут снова тут, и сегодня у нас с тобой будет Заку. Варфрейм, в общем-то, однокнопочный, который АФК Варфрейм, но при этом в нем нужно много чего понять. Поехали. Обычно я начинаю видосы подобного плана с такой темы, что взял бы я его себе на пятом ранге или не взял, например, того или иного Варфрейма. Но в случае с Заку я, наверное, затрудняюсь даже ответить. С одной стороны, я хочу взять его на пятом ранге, с другой стороны, я как бы не хочу взять его на пятом ранге. В общем, не знаю, наверное, тут смотри сам, сейчас все буду постепенно объяснять, тут не так просто, ну, когда знаешь, то, конечно, все просто, а когда не знаешь, то тут нужно маленько кое-что понять. Начнем с осколков, если тебе интересно, то у меня стоит на длительность и на скорость применения. Каст здесь у него довольно долгий, как бы хороший, если вот желтенький есть, это хорошо. Ну и длительные способности, в принципе, можно на силу заменить спокойно, ничего не потеряешь, но мне силы хватает, а я люблю, когда более удобно, мне с более большой длительностью, мне так удобнее. Поэтому, ну, вот так. Ну, давай пошли по способностям. Пассивка у нас, значит, тут снижение урона и так далее, есть и хорошо. Шепот ксеты заряжает энергией бездны оружия, то есть оружие начинает дамажить этим уроном бездны. Это очень неплохой скилл, он, кстати говоря, и отвязывается на гельминта. Далее, хватка лока. Это, короче говоря, когда Заку забирают у всех пушки, и они потом летают вокруг него и стреляют во все стороны. Стреляют не сильно дамажно, но есть нюансы. Кстати говоря, хватка лока может это расстреливать в сундуки вокруг Заку, тоже прикольная тема. Если так бежишь, просто открываешь и прекрасно все. Пропавшие. Вот этот скилл очень длинный в плане того, что здесь есть три положения. Обвинение. Это порабощение, то есть ты порабощаешь 16 целей, вот в моем случае. Ну и, собственно, они сражаются на твоей стороне. Взгляд. Вот это самый главный скилл, который делает вокруг Заку поле, в котором мобы теряют полностью защиту, броню и так далее. И поэтому, когда ты делаешь это поле, на взгляд, хватка лока начинает всех убивать махом. Хотя так дамажит очень мало. В общем, вот это будет тоже задействовано. Ну и неприятие, собственно, это там луч и так далее. Если хочешь, почитаешь, это меня не сильно интересует, этим я редко пользуюсь. И, честно говоря, порабощение я тоже редко пользуюсь. Самое главное, взгляд. Давай на нем сконцентрируемся, а ты, если захочешь, то потом будешь и остальные включать. Дело в том, что вот здесь есть бесконечность. И вот эта бесконечность, это когда Заку выходит в скелета и тем самым останавливает все таймеры у себя. И вот это вот самая главная тема, которая у Заку здесь есть. Давай все это разбирать по очереди теперь. Билд у меня выглядит примерно вот таким образом. Если ты видишь где-то поток, что сюда лучше поставить было бы поток прайм, то это потому, что я пожалел умброформу. Тут, в принципе, как видишь, все уже заполярено. Но еще бы вот умброчки бы, тогда все влезло. Ну, у меня не влезло. Если хочешь, втыкай. Мне и так хватает. Длительность, значит, здесь видишь. Эта длительность как раз вот осколки-то дают ее в этом много. Но кто-то скажет, зачем? Лучше бы надо было в силу, например, это все вкинуть. Пожалуйста, пожалуйста. Бога ради, дело хозяйское. Мне нравится так. Вот, в общем, так все у меня здесь примерно выглядит. Вот единственное, что вместо мистического стража я, пожалуй, поставлю сюда линьку. Улучшение линьки, потому что мы много убиваем и сила у нас будет расти. Ну, а так все здесь примерно вот так и выглядит. Теперь я хочу перевести твое внимание в правую нижнюю часть экрана. Для того, чтобы тебе было удобнее видно, я ее специально увеличу. И теперь смотри, сейчас будем разбираться. Что нам нужно сделать? Допустим, смотри, мы с тобой применяем первый скилл. Хобана, зарядили оружие. Видишь, идет таймер 65, 64, 63. Но теперь, если мы выйдем в скелета, то таймер остановился. На 60 он замер, а таймер скелета четверка начал идти. То есть мы, тем, что вышли в скелета, начали здесь откатываться, но остановили все другие счетчики у себя. Дело в том, что Заку работает кривовато в симулякруме. Теперь смотри, что нам нужно с тобой сделать. У нас есть еще второй скилл. Он ворует оружие у мобов. Ну и мы, собственно, делаем то же самое. Например, это нажимаем двоечку и уходим в скелета. И у нас таймер останавливается. Но главное еще троечка. Троечка у нас переключается. То есть, вот, если мы сейчас с тобой на троечку захватим какого-нибудь моба, то смотри, в радиусе, который мы сделали, вон он отмечен в каком большом, все мобы потеряли, полностью потеряли свою броню. И теперь, именно пушки, которые мы отберем, будут легко убивать. Если броня будет на них висеть, то пушки легко убивать не будут. Таймер бежит, но если мы выходим в скелета, смотри, хобана, таймер остановился на 6,7 секунды. Таймер у нас завис. И все. Мы также остановили. Теперь мы можем отобрать пушки. Смотри. Бамс. Отобрали пушки. И таймер пушек тоже висит. Если мы хотим заново таймер обновить на вот этих самых, на скелете, берем и два раза жмякаем четверку. Все. Можем теперь переключиться, допустим, сделать вот так. Переключиться. Захватить его в друзья. В общем, что бы мы ни делали, таймер у нас будет замораживаться, если мы в скелете. Находясь в скелете, мы имеем шанс уклонения 75%. Таким образом, попадать в нас практически не будут. У меня даже не получилось записать, и чтобы одновременно комментировать, потому что нужно, ну, по-быстрому вот это все с запу сделать. То есть, ты подбегаешь, либо сразу скелета выкидываешься, потом уже делаешь все остальное, либо делаешь все остальное, там, забираешь пушки, делаешь радиус и так далее, и потом в скелета запрыгиваешь. В общем, сейчас ты все увидишь. Заранее нажимаем с тобой взгляд, чтобы моба захватывать, и пойдем на оборону, посмотрим на стали, как это будет выглядеть примерно. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Бик, бам! Не попал! Серый зайчик убежал! Бик, бам! Не попал! В серый зайчик убежал! Бик, бам! Не попал! В серый зайчик убежал! Бик, бам! Не попал! Кстати, если вдруг ты решишь привить какой-то другой скилл, как вот в случае сейчас ты видишь зацепление, а потом выйти в скелета, как с родными скиллами Заку, это не сработает. Таймер не остановится. Ну и после всего, что я сказал, я так сидел, думал, и, наверное, все-таки самому себе на пятом ранге, я бы сказал, скорее нет, чем да, для этого варфрейма. Что думаешь ты по этому поводу? Пиши в комментах. Ну и на этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, заходите на стримы и так далее и тому подобное. Всем удачи и всем пока.